В преддверии 9 мая в Одинцовскую лингвистическую гимназию приехали почетные гости – ветераны МВД Александр Тарасов и Оксана Витковская. Ученики 4-го Д-класса встретили их улыбками. Ребята с большим интересом слушали о подвигах сотрудников милиции в годы Великой Отечественной войны. Не всегда, может быть, знают и люди, и вы, может быть, не всегда знаете, да и взрослые порой не знают, что на самом деле система МВД, она очень имеет глубокие, большие корни и сама по себе является основой нашего строя, нашего государства. Гости познакомили школьников с гимном МВД и показали презентацию, посвященную лучшим одинцовским милиционерам. Ученикам рассказали о том, как в годы войны сотрудники ведомства сражались в партизанских отрядах, а также о боевых действиях в Афганистане. В свою очередь ребята удивили гостей знаниями о городах-героях и о тех, чьими именами названы улицы Одинцова. Оксана Витковская много лет работала в отделе по делам несовершеннолетних. Она знает все про детские правонарушения, поэтому свое общение с ребятами построила по принципу вопрос-ответ. Вот какие правонарушения детей вы знаете? Вот что и ребенок делает плохого. Что может сделать? Что-то сломает очень дорого. Конечно, порча имущества. Мандолические действия. Какие? Мандолические. Да, ну вандолин, да, это то же самое. Еще что? Мандолические действия. Да, может что-то украсть. Инспектор по взаимодействию со СМИ и общественностью Межмуниципального управления МВД России Одинцовской Елена Жерельева показала ребятам ролик про своего деда, участника Великой Отечественной войны. Это память о прошедшей войне, о ветеранах этой войны. И сейчас ветеранов становится все меньше и меньше, потому что они умерли либо из-за болезни, либо из-за старости. Мне очень понравился этот урок. Мне понравилось, как нам рассказывали про ветеранов МВД. И еще мне очень запомнился и понравился ролик Елены Жерельевой про ее дедушку. Мне понравился урок мужества. И мне понравился там больше всего рассказ сотрудников МВД, поскольку важно помнить все фамилии участников Великой Отечественной войны и что они сделали для нас. В конце встречи школьники вручили гостям цветы и подарки. А те, в свою очередь, пообещали им возложить цветы к памятнику погибшим сотрудникам полиции, который расположен у здания Межмуниципального управления МВД России Одинцовская.